Продолжение следует... Смерть витала в воздухе, раскрывая прошлое Виктора и массовую резню, случившуюся в ту роковую ночь. И страх, что в настоящем выхода нет. Эпизод не уступает первому сезону, так что разберем все по полочкам. Вот что было в четвертом серии третьего сезона, наконец объяснено. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Почему твари оставили Рэндалла в живых? Два главных события происходят в этом сезоне, когда речь идет о расширении города. Во-первых, существа намекнули, что хотят доказать ошибочность слов Бойда о том, что город его не сломит. Постепенно мы видим, как они влияют на его разум, подводя его к переломному моменту. Например, первым шагом было убийство Тяньшеня прямо на его глазах. Ведь наблюдать смерть близкого тяжелее, чем умереть самому, как показано в метафоре с тортом в первом эпизоде. Клыки также были отравлены, что привело к их разрушению, и я чувствую, что существа тоже причастны к этому. Это значит, что люди едят, и настроение становится все более напряженным. А затем в этом эпизоде существо хозяйки дало Бойду ключи от скорой, чтобы он, Табита, Генри и Джим могли безопасно уехать. Но это значило оставить Рэндалла с существами, и Бойд понимал, что обрекает его на смерть. Мы думали, что Рэндалл станет убийцей. Но в конце эпизода скорая выехала из дома, а Рэндалл был на ней, все еще живой. Существа обычно так не поступают. Они нападают и убивают. Думаю, они сделали это, потому что это связано со вторым главным аспектом, который был в центре внимания этого сезона, а именно надежда и солидарность, о которых говорил донор, и важность быть тем, что им нужно для выживания. В итоге мы видим, как меняется менталитет людей из-за долгого пребывания города в самых суровых и враждебных условиях. Рэндалл, оставшись в живых и зная, что Бойд бросил его умирать, полностью потеряет верность Бойду. То, что Бойд бросил его, может заставить других отвернуться и потерять лояльность, так как исчезнет чувство доверия. Это вызовет эффект домино, приведет к расколу между людьми и заставит Бойда все больше осознавать ситуацию. Это показало нам, что эти существа действительно знают, что делают. Рэндалл упомянул, что они не просто бесцельно бродят по ночам. У них есть своя структура и распорядок, которому они следуют. Они – существа привычки, так что явно продумывают свои действия и их выполнение. Маленькая деталь, которую я нашел приятной, было то, что когда Ники умерла от ран, парни исчезли, а один из копов выстрелил пузырем, и Доннер крикнул Бойду подняться наверх. Это сделали, чтобы Доннер не сломался на глазах у всех. Вместо Бойда она, пожалуй, сильнейшая в мире и всеми уважаема. Так что услышать от нее мне правда страшно. Это показало, что единственная надежда, что у нее была еще несколько серий назад, начала рушиться, и существа побеждали. Ранее Рэндалл сказал Бойду, что смерть не худшее, что может случиться в этом городе. И вот его худшие страхи сбылись. Его не убили твари, но заставили жить с травмой, так что у него, скорее всего, будут галлюцинации. Путешествие Виктора в прошлое. В этом эпизоде мы увидели, как Вик вспомнил ночь, когда существа убили его мать, сестру и большую часть города. Эту ночь он глубоко спрятал в своем сознании из-за травмы и меньшего количества смертей и разрушений, чем было на самом деле. В тот день он также встретил мальчика в белом. Было ужасно видеть, что существа сделали с жителями города, и из-за большого количества тел, которые там были, Вик не убивал людей, но он прикреплял предмет каждого человека, а затем убивал его, потому что это символизировало человека. Но, погрузившись в свои воспоминания, он понял, что не хватает одного предмета – куклы Джаспера, принадлежавшей местному жителю по имени Кристофер. Кристофер в итоге увидел символ и был доведен до грани безумия, почти как то, что происходит с Джейд. Но также кажется, что сверхъестественная сила города могла вселяться в Джаспера и наделять его некой разумностью. Вик хочет узнать, что произошло в ту ночь, так как он был в придорожном магазине и не видел ни одного предмета, потому что мать попросила его остаться там. Поэтому, найдя Джаспера, выжившего после событий той ночи, он сможет получить ответы, которые ищет. Меняется так, как Вик никогда не видел, и эта массовая резня мучает разум Вика и является тем, чего он боится. Я думаю, может ли произойти что-то столь же масштабное в ближайшем будущем. Что происходит с Фатимой? Фатима идет по пути во тьму, и мы видим, как она становится все темнее. Ники умерла, и когда Фатима захотела остаться с телом, я понял, к чему идет. Было неприятно смотреть, потому что сцена была жуткой, а звук отвратительным. Фатима перешла от гнилых посевов к вкушению человеческой крови. Думаю, Фатима превратится в одно из тех существ. Раньше упоминалось, что эти существа когда-то были людьми. Судя по поведению Фатимы, она либо носит какое-то существо, либо сама превратится в него. Похоже, второе вероятнее. В этой серии Тили упомянула, что ворона, влетевшая в дом, могла быть знаком. Я точно так думаю. Вороны символизируют перерождение и смерть. Если Фатима станет одним из существ, это скорее перерождение. Думаю, в следующих сериях мы увидим, как она постепенно меняется. Джим и телефон. И Тан ответил на звонок в этой серии. И да, вы угадали. На другом конце был Томас. Голос якобы Томаса сказал, что мать в скорой, ей нужна помощь и нельзя бояться. Когда Джим вошел, он выдернул телефон из стены и понял, что тот вообще не подключен. Отсутствие телефонной линии показало, что сверхъестественные силы города действовали, и его попытка вырвать провод из стены ничего не значила. Если бы они хотели связаться с ним или его семьей, это все равно бы произошло. Томас сказал Джиму, что это уже не его дети, намекая, что с ними что-то случится. И Тан наиболее уязвим и склонен к странным поступкам, например, убегать посреди ночи. Думаю, с ним что-то произойдет в следующих сериях. Возвращение Табиты. Как мы и предсказывали в конце прошлой серии, Табита и медработники в машине скорой помощи вернулись в город из-за упавшего дерева и воронов в небе. Табите удалось добраться до убежища, потому что Джим и Бойт спасли ее. Сходство между ней и матерью Вика было важным. Чем больше смотрю, тем больше вижу, как похожи семьи Вика и Таби. Мать Вика видела мальчика в белом и считалась избранной. Таби теперь в той же роли. Вик в итоге увидел мальчика в белом, и Итан тоже может. У Вика была сестра, как и у Итана есть Джули. Похоже, история Таби может повторить судьбу матери и сестры Вика. Интересно, как свяжутся эти семьи. Любопытно, как Вик отреагирует, узнав, что его отец, которого он не видел почти 30 лет, теперь в городе. В обзоре я отметил, что это действительно хороший эпизод шоу. Думаю, он на уровне первого и, вероятно, второй лучший в этом сезоне. В нем было то действие, которого многие из нас жаждали последние две серии, и сюжет развивался так, что последствия будут ощущаться во всем городе, особенно для Бойда. Существа в этом эпизоде выглядели жутко, а их крик был просто ужасающим, пробирающим до костей. Особенно впечатляюще это было, когда Бойд взял ключи, мы услышали крик вдали и поняли, что Рэндаллу конец. Этот сезон отлично балансирует все сюжетные линии. Бойда, Табиты, Джима, Виктора и даже Кенни. История Кенни и Кристи в лесу отошла на второй план, но все же была значимой. Например, Джейд рассказала о символе. Мы слышали шумы у хижин, загадка, которую еще предстоит разгадать. И мы также видели, как Кенни, по сути, сказал, что потерял всю мотивацию к выживанию. Потому что изначально в нем был боевой дух из-за матери и отца. А теперь, когда их не стало, у него не осталось цели. И хотя это не было главной темой, это все равно имело большое значение. Вот что мне нравится. Все, что мы видим, имеет смысл. Редко встретишь такое качество и детализацию в шоу, за что я его и хвалю. Что касается актерской игры в этом эпизоде, это была ансамблевая работа, но я бы выделил персонажей Табиту, Бойда, Рэндалла, Вика и Донну за самые сильные выступления. Наблюдать, как разум Вика погружается в темные места и как это на него влияет, было впечатляюще. Видно было боль, которую он нес, медленно раскрывая ее. Я бы также отметил, что срыв Донны был очень впечатляющим моментом. Она обычно такая сильная, и видеть ее момент слабости, но при этом сохраняющий силу, и делать этого при них было сильным моментом. Эпизод на следующей неделе знаменует середину сезона, и я знаю, что некоторые подумают, что у нас больше нет ответов, но я чувствую, что этот сезон предложит нам больше в конце сезона. Я просто представлю, что все постепенно прояснится. Все, что могу сейчас сказать. Готовьтесь к следующему эпизоду. Итак, поехали. Объяснение концовки четвертого эпизода третьего сезона From.